Банана! Так, давайте я тогда как-то от печки начну, что ли. Есть эти... есть кварки, да? Наверняка вы слышали, что мизоны состоят из кварка, а не кварка, а ворионы состоят из чего? Из трёх кварков. Так это утверждение смысла не имеет. Потому что мы всегда занимаемся квантовой теорией поля, а в квантовой теории поля частицы рождаются, уничтожаются, поэтому общее число числа не определяет. Когда говорят, что сделано из трёх кварков, ворионы, это означает, что квантовые числа можно построить так, что это система. Такие из трёх кварков. Не только это, а экспериментально ещё. В определённых условиях вы видите три рассеивающих центра. Я ни единого такого эксперимента не знаю. А знаю наоборот, что гипенеластик, глубоко неупругое рассеивание показывает, что рождающих центров бесконечно много. И они распределены. Теперь, на самом деле, как люди поступают? Описывают кварковую модель. Что люди делают? Люди берут три кварка и только три. И вот всякий разный потенциал. Берут одноглеонный обмен. Ещё один жуткий миф. Слышали такое слово «конфаймент»? Что это такое «конфаймент»? А? Какого-то кварча наблюдают в свободном стиле. Удержание кварков внутри одного. Теперь, как люди это используют в кварковой модели? Они вводят линейный потенциал. Правильно? Слышали такое, да? В смысле? Даже видели. Об этом был доклад. Да. Вот, что потенциал как функция расстояния пропорционально r. С известным коэффициентом. Нет. Теперь, вот этот коэффициент... Какой он размеров сумеет? Размерность силы, правильно? Сигма. 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 Коэффициент сигма. Он имеет размерность силы, поскольку сила это производная потенциалом по расстоянию. Теперь, вот этот коэффициент такой, что эта сила соответствует силе в четырнадцать тор. Это вот такое число, поверьте. Четырнадцать тор. Всего ли? Ничего себе. Все такое. Вот сразу же... А можно вопрос? Да. А в чем измеряется расстояние в этом случае? В чем измеряется расстояние в этом случае? Нет. Коэффициент имеет размерность силы, да? Нет. Ну, в чем измеряется, в чем измеряется, чтобы масштаб понять. Почему? Нет. Я сказал, что вот это имеет размерность силы. И вот этот коэффициент... Это константа. Сила равна четырнадцать. Нет. Понятно. Вот. Вы можете... Задача сразу на оценку. Берете атом водорода. И чему равняется сила между электроном и протоном. Ну, скажем, в тоннах. В какую оценку ты можешь поставить? В какую оценку я не ставлю. А вот 14 тонн, а как значит размерность силы? А! Сейчас, секунду. Значит, 14 тонн означает... Это вес 14 тонн. То есть это 14 тонн умножить на G. Конечно. Это как тонна сила. Синтетический слой тоже. Ну, в нейтон мы не знаем. В метрах. Может тогда свой вопрос переформулировать. На ком это расстояние? Неправильно. Это констант. Неправильно. Сила при линейном потенциале и сила равна константе. А, она в метрах. Понятно. Взять расстояние 1 метр и вычислить энергию в тротиловом эквиваленте. А для каких расстояния справедливая формула? Вот, замечательные слова. Не сильно ее взаимодействуют. Значит, это, кстати, следующая задача круглого. Дело в том, что когда люди пишут вот этот потенциал, то как это? Вот берут кварк и кварк, и вот, говорит, между ними натянута струна. Такое слышим. Теперь смотрите. Мы когда разводим кварк и антикварк, эта струна запасает энергию. Так? Теперь эта энергия может высвободиться. То есть струне выгодно что сделать? Порваться. Потому что энергия все растет, растет. А если она разобьется на 2 кусочка, то, соответственно, это более выгодная система. А любая физическая система, она всегда сваливается там, где выгодно. Так? Поэтому вот вам предлагаю оценить, на каком расстоянии струна порвется. Для этого не нужна высшая математика, а просто закон сохранения энергии. Вот вы знаете, что есть, скажем, пионы, да? Пи-мизоны. Когда струна порвется, это значит, что вот у вас был какой-то мизон, и, скажем, родилось дополнительно... Произошел распад на 20 мизонов. То есть можете посчитать энергии. И ответ, я вам скажу, это 0,2 фен. Вот на таких расстояниях струна рвется. Здесь радиус разрыва и здесь радиус конфаймента. Нет, радиус конфаймента. Просто разрыва. Я клоню к тому, что вот этот потенциал конфаймента не имеет никакого отношения. На таких расстояниях всё ещё работает теория прощения. Более-менее. Тем более, что характерный размер протона порядка одного фен. То есть это означает, что этот потенциал не имеет никакого отношения к самодействию конфаймента. Их удерживает что-то другое. Но, с другой стороны, есть величайшая загадка, на которую почему-то люди не обращают внимания. Загадка в том, что вот такие расчёты с фиксированным числом кварков, с задным потенциалом, они дают хороший результат для описания одного. Более-менее описывают одно. И вот это величайшая загадка. Такая картина, она не должна описывать вообще. Похоже её можно? Да. Вот в свое время, когда было написано «С-2», «С-3» для Александра, работы «Арбузовы» и так далее, когда из российских решений, уровня ярдой минусы с нелинейным шлином, пытались увидеть всю жизнь природу конфаймента. Это всё сдуху? Это сдуху. Это загадка номер один, почему картина теоретически не оправданная работает. Так? Теперь... Дальше. А то, кто интересуется, что такое на самом деле конфаймент, я потом могу отдельно сказать, что это такое. Вот. Вот. Что? Смотря кому. Сейчас, давайте собрать. Да, ну... Да, и вот... Огромный недостаток вот таких кварковых моделей, на самом деле, то, что у вас есть три тела, и, возможно, всякие разные комбинации спинов, изоспинов, орбитальных движений. То есть, предскажется огромное число состояний. Это так называемые, по-английски, missing резонансы, по-русски, наверное, потерянные резонансы. И люди пытались в течение, не знаю, 20 лет искать такие резонансы, но все это не принесло никаких... Вот. Так, вот это вот коротко... А, да, естественно, люди задумывались, а почему...